День добрый, сотрудники МЧС совместно с КПДПО. Прошите войти? Проверка сегодня по всему дому. Всё внимание в вентиляционной системе. В здании старой постройки дымоход в каждой квартире. А вот в каком он состоянии, жильцы не знают. Добровольное пожарное общество будет это проверять с помощью вот такого прибора. Радиоскоп покажет, что творится внутри дымохода. Вот видим наличие паутины, видимо, небольшое. Давно не чист. И также видим вот эту белую точку, показывает, что дымоход находится в чистом рабочем состоянии, выходит непосредственно в атмосферу. Рейды по проверке вентиляционного оборудования теперь не редкость. Проводят их из-за участившихся случаев взрыва бытового газа. Если в доме плохо с вентиляцией, при утечке газа выходить опасным парам будет некуда. Проверять нужно не только дымоходы, но и вентиляционные каналы. В этой квартире такой канал в порядке. Анимометр показывает скорость потока воздуха 9 метров в секунду. Для такой квартиры это норма. У нас в доме вентиляция в отличном состоянии. Потому что у нас раньше были плиты, печное топление. Так что это не вытяжка, а стоящий дымоход. И он, по сути дела, забиться никак не может. Сверху у нас, значит, на трубах решетки стоят. А вот те самые решетки на дымоходах. Их жильцы установили, чтобы пространство внутри не забивалось мусором. Раньше из дымохода приходилось доставать даже мертвых птиц. Но пожарное общество такую защиту печных труб не поддерживает. Ставить решетки – тоже нарушение. Вообще претензий, говорят сотрудники, к дому много. Раньше им занималось ТСЖ, а там за состоянием дымоходов не смотрели. Теперь же с нарушениями придется разбираться новой управляющей компании. Управляющая компания будет в письменном виде. Указаны на те нарушения, которые мы выявили при сегодняшней проверке. И после их устранения мы еще раз выйдем с проверкой на этот дом. Те нарушения, которые здесь были ранее, они были связаны с дымоходами и вентоканалами, находящимися на чердачном помещении с разрушением перегородок, которые находятся между вентоканалами и дымоходами. Нарушают и сами жильцы. В этой квартире, к примеру, хозяйка закрыла вентиляционный канал, потому что от соседей доходил запах сигаретного дыма. Вроде ничего серьезного, но делать так тоже не рекомендуется. У нас есть пластиковые окна и дверь герметичная, у вас получается вакуум. А вентиляция в вашем доме приточно вытяжная? То есть сколько поступило, столько и выйдет? Я это читала. Выход. Ставить в квартире приточный клапан либо на стене, либо в самом пластиковом окошке. Пока пожарное общество разбирается с оборудованием, сотрудники МЧС проводят воспитательные беседы. Раздают брошюры и напоминают, как избежать пожара в доме и не допустить утечки газа. Люди охотно идут на контакт, то есть и впускают нас в дома, и разговаривают с нами, то есть слушают информацию, которую мы стараемся до них донести. Также мы распространяем памятки с наглядной демонстрацией тех основных правил. Такие проверки до Нового года организуют еще не раз. Главное, чтобы в результате люди жили в безопасности. Никита Кролев, Валерий Саенки, Евгений Токарев, 6 канал.